В Сарасузском районе Жамбулской области 80% кредитных средств, выделяемых по программе «Занятость-2020» приходится на развитие животноводства. Преимущества программы по достоинству оценили многие местные предприниматели. Подробнее в нашем сюжете. Аделет Тамлабеков самый молодой предприниматель Сарасузского района. Несмотря на то, что ему всего 21 год, он уже получил целевой льготный кредит по государственной программе «Занятость-2020» сроком на 4 года. На полученные средства начинающий бизнесмен закупил 40 голов крупного рогатого скота и открыл в родном селе откормочную площадку. Я получил кредит по второму направлению программы «Занятости» в размере 6 миллионов тенге. Под 6% годовых. Удалось реализовать все, о чем мечтал. В планах увеличение поголовья и расширение мощности откормочной площадки. Спрос на мясо с каждым годом растет. Это прекрасно понимает молодой предприниматель. Поэтому он создает новые рабочие места для своих односельчан. Качество мяса высокое. Поэтому за ним приезжают животноводы из соседней Южно-Казахстанской области. Процедура откорма скота одновременная и простая и сложная. Три раза в день даем животным сенаж. Один раз твердый корма. В среднем на откорм одного бычка уходит 6 месяцев. Но если животное мясного направления, то оно набирает весы за 5 месяцев. Всего в рамках реализации программы занятости 2020 в прошлом году из 65 проектов одобрили 55. Но общую сумму в 175 миллионов тенге. К сожалению, не все граждане могут своевременно погашать кредиты. На сегодняшний день три жителя района, получившие финансовую поддержку, не могут вернуть кредиты. Для недопущения такой ситуации в будущем мы проводим на системной основе разъяснительную работу. Рассылаем специальные письма с требованиями кредитной программы. Ведь это государственные средства, которые необходимо возвращать. В случае невозврата кредитных средств, дологовое имущество согласно закону подлежит распродаже. Поэтому специалисты отмечают, что аграрии, которые берут кредиты, относятся к этому делу очень ответственно. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслана Хатила, Жамбулская область, Хабар, 24.